И другим темам этого дня. В Молдове проходит неделя информирования потребителей, организованная Министерством экономики и Агентством по защите прав потребителей с целью информирования потребителей об их правах. В принципе, частая тема, которую, думаю, каждый из нас сталкивался хотя бы раз, я думаю, что в ближайшее время. Конечно, мы не желаем, чтобы вы сталкивались с такими проблемами, но защита прав потребителей это то, что касается каждого из нас. И мы сегодня эту тему хотим осудить с нашим гостем, с Юрием Сорокином. Это магистр права, адвокат, который знает эту тему, с которой мы уже обсуждали эту тему чуть больше года назад. Юра, доброе утро. Доброе утро снова, да. Целая неделя посвящена тому, чтобы проинформировать общество о их правах. Вот если мы возьмем в целом всю ситуацию, наверняка вы сидите за систика какой-то, стали ли люди более, может быть, активными после нашего последнего разговора? Расскажем, ну, полутора-двух лет. Вот это вот маленький небольшой промежуток, наверняка. Стали ли люди более активными? Стали ли, может быть, чаще подавать в суд, оспаривать неправоту коммерческих агентов? Согласно статистике, как минимум, действительно увеличилось количество обращений. Люди стали больше доверять, по крайней мере, агентству по защите прав потребителей. Неоднократно у них был в офисе, видел о том, что работают, помогают людям в том, чтобы не нарушались их права. И консультируют, как правильно написать жалобу и как правильно и куда обратиться для того, чтобы не были нарушены их права. Соответственно, впоследствии принимается то или иное решение, в зависимости от ситуации или от случая. Если мы говорим о самих нарушениях, хорошо. Если в идеальном случае потребитель получил вознаграждение какое-то, но меня другой вопрос интересует. Компенсацию все-таки. Да, несут ли какую-то юридическую ответственность, может быть, материальную ответственность коммерческие агенты? Ведь, мне кажется, чаще всего это происходит так, что вот недоплати, ну вот на тебе несколько сот лей, тема закрыла. Штрафуют ли их, забирают, может быть, лицензии. Или каким-то образом государство следит за тем, чтобы строго наказывать тех, кто, может быть, систематически нарушает права потребителей? Естественно, что, по крайней мере, законодательством предусмотрена такая процедура, как наложение административного штрафа. В зависимости от ситуации, в случае, если, допустим, потребителю не ответили в срок, установленный законом. Также, в случае, если не удовлетворили его жалобу, и она действительно должна была быть удовлетворена. И пишут агентство по защите прав потребителей рекомендацию по поводу того, что имеет возможность, с одной стороны, агента не могут заставить, чтобы он вернул. Но как рекомендательный характер носит о том, что вы имеете право договориться. Тем более, что у нас закон о медиации тоже активно продвигают. Тем более, сегодня у нас вошел в законную силу новое изменение в законе о защите прав потребителей. И, соответственно, очень много новшеств всевозможных. Сейчас даже дают возможность, дал законодатель возможность, чтобы в случае, если, допустим, у кого-то сломался тот же, я не знаю, бытовой какой-то прибор, электроприбор, так, по крайней мере, написано в законе, то тот экономический агент, который тебе продал, в течение трех дней, если он ремонтирует, допустим, в зависимости от ситуации, он должен тебе непосредственно предоставить другой, пока ты не можешь воспользоваться своим, который ты приобрел, замену своего рода. И это все осуществляется бесплатно, то есть никакие не могут быть возложены дополнительные транспортные расходы, упаковка и так далее, и так далее. То есть это все ложится на плечи? Не знаю, может быть, уже существует такая услуга и в нашей республике, но я слышал от моих приятелей за границей, что очень часто автосервисы, которые берут автомобили на ремонт, очень часто дают автомобиль, так скажем, в пользование клиенту для того, чтобы он не испытывал никаких неудобств. Так ли? Может ли этот закон распространяться, так скажем, на автосервисы? Ну, мы не совсем. По крайней мере, наверное, компания, которая на рынке имеет определенный успех и дорожит своими клиентами, в первую очередь, наверное, отмечу, дорожит своими клиентами, действительно, я предполагаю, что есть такая услуга, если, естественно, машина находится на ремонте, и ремонт этот не по вине потребителя. Я думаю, что такое бывает. Что касается того, если это простой автосервис, машина уже старенькая, я думаю, конечно, что никто, навряд ли кто-то предоставит такую услугу. Ну, Денис, скорее, наверное, об автосалонах говорил, который... Если говорить, может быть, вот о самых частых ошибках нас, потребителей, да, то есть вот с чем, чего мы не знаем, на каком этапе мы неправильно отстаиваем свои права или не отстаиваем? Вот, может быть, что бы сейчас вы порекомендовали и что бы выделили? В первую очередь, конечно, хочу обратить внимание всех потребителей на то, что не нужно волноваться, не нужно скандалить, потому что это все могут, знаете, как... Использовать против вас. Использовать, да, против вас. Соответственно, самое лучшее, просто, спокойно попросите жалобную книгу. Если вам, в свою очередь, жалобную книгу не предоставляют и ваше прошение не было удовлетворено, соответственно, можете позвонить в агентство по защите прав потребителей. Есть, по крайней мере, на сайте, сейчас практически у всех есть мобильные телефоны, можно найти номер телефона, сообщить об этом. Этот случай будет зарегистрирован. Впоследствии вы уже либо, если вы не знаете, как написать правильно жалобу, можете подойти в агентство. Если знаете, как написать жалобу, соответственно, можете ее отправить либо по почте, либо лично прийти, в зависимости от ситуации. И, соответственно, плюс направить претензию вы можете и экономическому агенту, согласно услуги, или в зависимости от ситуации, что вы либо что-то приобрели, либо какую-то услугу получили. Соответственно, вы можете направить тоже претензию и ждать от них ответ. Если не последует ответ в законном предусмотренный срок, а это 14 дней, соответственно, вы имеете право обратиться с жалобой еще и в органы полиции о том, что вам не ответили. Плюс еще и в агентство по защите прав потребителей. То есть, соответственно, уже принимают меры. Первое, это налагается штраф. Впоследствии, если вы дойдете все-таки до суда, вам будет проще доказать те или иные факты. Еще какое новшество с сегодняшнего дня у нас введено, потому что многие, наверное, сталкивались с такой ситуацией, что чек не выдают. Вот как на рынке. Сломался кассу аппарата. Да, сломался достаточно часто. И вот сейчас, если, допустим, кто-то с тобой присутствовал, я не знаю, там, мама, брат, сестра. Да, свидетели достаточно для того, чтобы подтвердили, что вы именно здесь приобрели тот или иной товар. Ну, плюс, если вы еще находитесь, допустим, приобрели товар, подошли, объяснили, можете это зафиксировать посредством, я не знаю, того же селфи, знаете, как у нас, селфи, да, чтобы было видно вас, было видно непосредственно того человека, кто вам продал, и того товара, кто вам этот товар продал. Я вот, Юра, хотел бы, может быть, пару примеров, вот, немножко полазив по форумам различных клиентов, люди обсуждают свои проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно. Вот чаще всего проблема в последнее время, что самая странная в очень, скажем, больших супермаркетах в нашей стране, связана с какими моментами, допускаются какие ошибки. Очень часто люди указывают о том, что на многих продуктах в больших супермаркетах нет цены. И когда клиенты магазина спрашивают у продавцов, о чем тот или иной товар, то в ответ они услышат, либо, ой, мы забыли цену повесить, ой, мы недавно меняли товар, цена изменилась, или, ой, подождите, мы сейчас ее найдем. Что это за нарушение, и что в данной ситуации делать? Просто уйти с этого магазина, либо это серьезно. Ну, то есть нарушение ли это, наверное? И вообще нарушение ли это? В принципе, нарушение. Начнем с того, что гражданский кодекс предусматривает следующее, что если стоит цена на товаре, и вы когда подходите к кассе, оплачиваете, она гораздо выше оказывается. Это другой случай, тоже бывает, да. Это является публичной офертой, и вам не могут не продать по данной сумме. Это, опять же, в случае, если вам не продают, вы имеете право обратиться в Агентство по защите прав потребителей, или в зависимости от ситуации, какой вы услугой хотите воспользоваться. Допустим, банковской услугой, потому что есть категория определенных услуг, той же энергетики, это занимается определенная структура. Что касается, допустим, банковской услуги, это национальный банк. В зависимости от ситуации, то есть мы обращаемся в орган, которые, надзорный орган. Соответствующий, да. Который... Ну, если вот бытовой случай произошел в магазине, вот вы зашли, вы хотите купить какой-то продукт, а там нет цены. Что делать? Позвать менеджера, обратиться к продавцу, позвонить сразу в службу Агентства по защите прав потребителей, и действовать, так скажем, более кардинально. Я считаю, что нужно начать с простого. Сфотографировать, зафиксировать. Зафиксировать это. Впоследствии подойти к администратору. Если, конечно, администратор добросовестный, есть на месте, и хочет урегулировать данный момент. Если он извинился, в зависимости от ситуации. Если он извинился, действительно, бывают разные случаи. Знаете, когда к тебе человек открыт, ты не можешь ему что-то сделать плохое, если он открыт, если он извиняется. Соответственно, если вы не видите никакого результата, или никто, скажем так, не признает свою ошибку и так далее, то вы имеете право написать непосредственно в книге жалоб. И эту ситуацию зафиксировать. Они вам обязаны ответить. Не ответили, нарушили закон. Главное, очень важно понять порядок действий. Потому что очень часто, чаще всего люди, после этого, стали спыльчивыми, и мы начинаем ссориться. Сразу начинаем ссориться, выяснять отношения с продавцами, мы же, которые не имеют никакого отношения к этим цельникам. А все зачастую нужно урегулировать на самом первом этапе. Просто, чтобы знать порядок действий, чтобы законно все довести до правильного завершения этой той или иной проблемы. Юрий, огромное спасибо, что вы пришли на своем гости. Мы буквально чуть-чуть эту тему затронули. Это огромная тема. Но вот что очень важно, что вы сказали, что сегодня вступили новые поправки к этому закону. И необходимо с ними также, наверное, всем нашим предвидителям ознакомиться, чтобы знать, что делать в той или иной ситуации, если ваши права нарушены. На сегодня в гостях был Юрий Сорокин, это магистр права, адвокат, который помог нам ответить на некоторые поиспоставленные нами вопросы. Мы движемся далее. Теперь к цифрам. Цифрам этого дня о них нам расскажет нумеролог Айсулу Ахимова.